Бродячие собаки вновь заполонили мирный. По данным Роспотребнадзора, количество укушенных горожан выросло по сравнению с прошлым годом. В 2016 году зафиксировали 50 случаев, а в нынешнем уже 89. По словам коммунальщиков, отлов зверей ведется непрерывно. Так почему же жители жалуются на бездомных животных, разбиралась в проблеме Мария Урцева. Бездомные собаки заполонили мирный. По словам горожан, их много даже в центре. А на окраинах дело обстоит еще хуже. Сейчас развилось столько собак, это ужасно. Щенков, собак бездомных, никто ничего не делает. Вот на биологии живем, у нас там целая стаи. Вот что это вопрос актуальный по нашему поселку, по геологическому. По району на сегодняшний день у нас зафиксировано 89 случаев укуса. В основном, конечно, это дети. Допустим, на город мирный приходится у нас около 60-50 укусов. То есть больше половины – это город мирный. В сравнении с прошлым годом, за 2016 год было 50. То есть в этом году уже больше. Коммунальщики проводят отлов постоянно. Работы не прекращаются. Только за прошлый год отстреляли почти 2000 голов. В этом году норма не меньше. Отлов, конечно, ведется. Отлов не прекращается у нас ни на одну неделю. Перебоев не было с отловом. Просто летом меньше ловится. Осенью, зимой больше. И вот сейчас мы... Опять же, зависит от периода. От периода есть определенная собачья свадьба, которая у нас приходится как раз на осенние и на весенние периоды. Поэтому именно в эти времена охотники работают поактивнее. Улучшить ситуацию с бродячими животными поможет строящийся приют, где брошенным зверям окажут медицинскую помощь и проведут стерилизацию. В этом году мы объявили аукцион на строительство пункта передержки собак. Планируем закончить и построить этот объект уже до конца текущего года. Строительство такого пункта не станет решением проблемы бродячих собак. Там они будут содержаться всего 10 дней. Поэтому, по словам начальника управления жилищного хозяйства, здесь необходим комплексный подход. В том числе взаимодействие с обществом защиты животных и помощь самих мирнинцев. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».